Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Социальная скидка, пенсионное приложение и низкокалорийный десерт. Белорусские технологи разработали творожные сырки без сахара. Куда будут экспортировать новинку? За духовное возрождение. Обручание удостоены премии президента. Значит, мы должны делать еще больше, если нас заметили. То есть мы должны соответствовать той планке, тому уровню, на который нас подняли. Чему учит поколение зумеров? Январские заметки. В Беларуси вступили в силу некоторые изменения. Изменится и размер штрафов по административным и по уголовным делам. Что еще нужно знать? Светофоры дайте визу. Банк развития подарил Бобруйску две машины скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. Кто производитель? Дела армейские. В стране завершена сверка данных военнообязанных. Данные мероприятия позволили уточнить информацию о семейном положении, годности к военной службе. Сколько человек прошли процедуру? Прорывной аватар, новый чебурашка и экспериментальный калейдоскоп. Netflix выпустил шоу, серии которого можно смотреть в любом порядке. На каких событиях основан сюжет? Их миссия – взрастить лучшее в подрастающем поколении. Президент вручил премии за духовное возрождение. Высокогосударственной наградой удостоен коллектив Духовно-просветительского центра при приходе храма в честь княгини Елисаветы. Настоятель Виктор Толох и директор Василий Баранчук организовали православный филиал Третьей гимназии. Воспитанники начальной школы постигают библейскую историю, ставят авторские спектакли и снимают яралаши. Об истинной вере Татьяна Горбач. Главное богатство Беларуси – люди. Умные, трудолюбивые, бескорыстные. Те, кто любят свою землю, бережно хранят и приумножают самое дорогое – традиции, историю, культуру. Во Дворце Республики воинов духа, которые посвятили свою жизнь и служению народу, лично чествует глава государства. Среди лауреатов премии за духовное возрождение – бобручани. Директор Духовно-просветительского центра Елисаветинского храма Василий Баранчук и протеерей Виктор Толох. Более четверти века назад мы чествовали первых лауреатов премии за духовное возрождение. Тогда мы даже подумать не могли, с какими вызовами столкнемся в борьбе за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад. И не представляли, как актуальна будет традиция награждать людей, посвятивших себя благородному делу сохранению наших духовных истоков. История центра ведет свой отсчет с 2007-го. Сейчас здесь действует воскресная школа, в которой обучается более 130 учеников, лекторий для взрослых и богатая библиотека, наполненная классической и богословской литературой. Ребята посещают различные кружки, от рукоделия до робототехники. Много времени уделяют благотворительности. На праздники приглашают детей из приюта, мастерят подарки и учатся сопереживать чужую беде. Без духовности, так сказать, не может быть и патриотизма. Поэтому мы должны сегодня, учитывая ситуацию, которая сейчас вокруг нашей страны, мы должны, конечно, воспитывать, прежде всего, духовность и патриотизм детей, значит, и чтобы этот патриотизм передавался, так сказать, и родителям. Тут труд всего коллектива. И в первую очередь, конечно, это труд со стороны нашего правящего архиерея, владыки Серафима, и труд педагогического коллектива гимназии. То есть каждый делает с достоинством свое дело. И премия – это, скажем так, это некий аванс. То есть, значит, мы должны делать еще больше, если нас заметили. То есть мы должны соответствовать той планке, тому уровню, на который нас подняли. Духовно-просветительский центр – это еще и учебные аудитории начальных классов третьей гимназии. Наряду с общеобразовательными предметами мальчики и девочки изучают основы православной культуры, постигают нормы уважительного отношения к белорусским святыням, знакомятся с такими нравственными категориями, как доверие, справедливость и милосердие. Чему тебя учат занятия? Делать меньше грехов, любить Бога, не обижать близких, не быть жадным, быть хорошей, помогать всем. А тебе нравятся мои занятия? Да. Интересно? Да. А что тебе особенно нравится? Рисование, труды, ритмика, музыка. Каждому индивидуальный подход. Тут понимают, важно не только дать образование, но вырастить целостную личность со своими взглядами и убеждениями. Много внимания педагоги уделяют экологическому воспитанию. Ребята узнают о том, что нужно беречь природу и участвуют в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки». Вырученные деньги идут на приобретение инвалидных колясок для маленьких бобручан. Духовность должна быть на первом месте, потому как ребенок – это как пластилин, с него можно слепить все, что угодно. И сейчас очень много различной информации в СМИ, и ребята видят это в интернете. Как говорил православный философ Осипов, говорит, главное – выработать иммунитет. Иммунитет против той грязи, которая сейчас льется потоком на наших детей. И еще одно важное направление деятельности центра – православный театр «Убрус». В творческой копилке – собственные художественные фильмы и выпуски Яралаша. За несколько лет ребята сыграли в более чем 30 постановках. Все на религиозную тематику, которая связана не только со священным писанием, но и с духовной жизнью нашей страны. Я занимаюсь в театре более 9 лет. За это время он стал мне, наверное, вторым домом. Очень благодарна педагогам, которые с нами занимаются, в особенности Людмиле Трофимовне, на умчик, которые постоянно были с нами, которые постоянно нас поддерживают. На каждый спектакль, вот теперь исторического такого плана, изучая жизнь святого, мы пытаемся и стараемся не просто усвоить какие-то материалы о святом, но и посетить эти места, намоленные там, где жил святой. В 2022-м республика отметила тысяча тридцатилетия прихода православия на белорусскую землю. Христианские традиции и добросовестный труд сделали нашу страну сильной и независимой. Сохранить и приумножить то, что оставлено нам предками, насущная потребность нашего общества. Ведь только тот народ, который знает и чтит свою историю, имеет будущее. Татьяна Корбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Обновленная редакция, удобная платформа и здоровая нация. Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу. К чему призывают медики? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу. Об этом заявил Минздрав. Однако расслабляться еще рано. В стране фиксируется так называемая тридемия, когда COVID-19 на очень низкой активности. Но есть проблема гриппа и респираторных заболеваний. Медики призывают вакцинироваться, носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию. В стране действует 10-процентная скидка на социально значимые товары. Она распространяется на 29 позиций. Такая поддержка направлена на защиту наиболее уязвимых категорий граждан – пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных. Сумма покупок в конкретном магазине с предоставлением льгот не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума – в среднем на душу населения. Сейчас это 339 рублей 83 копейки в месяц. Любой желающий беларус сможет заранее узнать, на какую пенсию ему рассчитывать старости. Для этого нужно будет скачать мобильное приложение. Его пользователь получит сведения по индивидуальному счету в любое удобное время. При этом сам процесс начисления выплаты станет намного проще. Жителям больше не надо будет предоставлять трудовые книжки и собирать справки о зарплате со всех мест работы. Белорусские технологи разработали творожные сырки без сахара. Вкус сохранили, добавили больше полезных ингредиентов. Теперь продукт подходит для спортсменов, больных диабетом и людей, которые ведут здоровый образ жизни. Калорий в таком лакомстве на 50% меньше, чем в привычном. Новинку планируют экспортировать в Россию, Грузию, Узбекистан и Казахстан. Красную книгу Белоруссии отредактируют. В новой версии исключат те виды животных и растений, численность которых сейчас стабильна, либо находятся в процессе восстановления популяции. Многие редкие представители флоры и фауны уже вне опасности исчезновения. Более того, места обитания и произрастания некоторых из них удалось увеличить. Однако в списке появятся другие записи. Восстановите историческую справедливость. Генпрокуратура продолжает расследование в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. В 2022-м проведены десятки раскопок в местах массового уничтожения мирного населения, извлечены останки. По заключению экспертиз, все они с признаками насильственной смерти. Также были установлены до этого неизвестные населенные пункты, уничтоженные за годы оккупации. Если раньше официальной цифрой было 9200, то сейчас специалисты говорят о 10500 таких мест. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Работа в этом направлении будет продолжаться, она не закончится. И, конечно же, в 2023 году те факты, которые мы будем устанавливать, которые ранее не были известны, мы будем доводить до общественности. В этом направлении Беларусь сотрудничает и с другими странами мира. Более тесно с Россией. Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в апреле 2021-го. От базовой величины до обязательной диспансеризации. С первых дней Нового года в жизнь беларусов пришло немало важных изменений. Они затронули бюджетников, пенсионеров, предпринимателей и многодетных. Выросли зарплаты, увеличился семейный капитал, плюс повысились тарифы на ЖКУ. Обо всем по порядку Ольга Васенда. Январь. Время строить планы и период больших изменений в разрезе всей страны. Первое, на что обращают внимание беларусы – уровень минимальной зарплаты. 554 рубля вместо 483. До 37 рублей повышается и базовая величина. За счет этого в организациях увеличиваются стимулирующие выплаты и материальная помощь. Изменится и размер штрафов по административным и по уголовным делам. Размер базовой величины будет применяться именно тот, который действовал на дату вынесения постановления, либо на дату вступления в законную силу приговора по уголовному делу. Изменения не обходят стороной сферу обращений граждан и юридических лиц. Если раньше можно было отправить письмо на электронную почту любой государственной организации и получить ответ, теперь только через специальную платформу. Адрес сайта на ваших экранах. Доступ к системе бесплатный. Необходима лишь регистрация. Существует несколько способов. Самый простой – создать учетную запись с помощью пароля и логина, подтвердить регистрацию по номеру мобильного телефона и пользоваться сайтом. Процедура занимает меньше минуты. Книгу, замечания и предложения теперь можно найти не во всех организациях. Например, в автошколах, центрах соцобслуживания, учреждениях образования и редакциях газет документ отменен. А на СТО, в пассажирских поездах и агентствах недвижимости, наоборот, становится обязательным. При этом постановлением установлено, что юридические лица организации, которые уже ведут эту книгу, могут продолжать ее вести по той форме, по которой она у них ведется. ИП и юрлица, которые торгуют продовольствием, в том числе на рынках или ярмарках, обязаны использовать кассовое оборудование и заключить договор с оператором на обслуживание. Нововведение планировали ввести еще в мае 2022-го, но продавцам дали отсрочку. Нарушение порядка использования кассового оборудования, равно как его и отсутствие, влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридическое лицо до 200 базовых величин. Запущен и единый реестр пустующих домов. Доступ к нему открытый и бесплатный. Каждый желающий может не только найти и посмотреть характеристики строения, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст. Формируют базу местные органы власти. Сейчас в ней более 1200 сооружений. Собственник, который не содержит свое имущество, получает предписание о необходимости приступить к установлению жилого дома. Жилой дом носится в реестр. Если в течение определенного времени он не приступает к строительству, исполком подает заявление о суд на изъятие ветков жилого дома. Если выявлены какие-то заболевания или уже у пациента было наличие хронических заболеваний, мы работаем с ним дальше, проводим ему лечебно-диагностическую работу с последующей консультацией врача общей практики. Пациенты могут записаться самостоятельно при обращении в регистратуру, по телефону, также через сервис Талонбай или через официальный сайт нашего учреждения. Увеличивается и размер семейного капитала. Общая сумма 30 336 рублей, прибавка более 4 тысяч. Такими выплатами, по оценкам специалистов, воспользуются почти 14 тысяч многодетных. На эти цели предусматривают 429 миллионов рублей. В основном средства идут на улучшение жилищных условий. Ряд нововведений затрагивает сферу ЖКХ. Повышаются тарифы на услуги за исключением отопления. Стоимость увеличивается на 9 рублей 53 копейки. Но не стоит забывать о жилищных субсидиях. Гарантированы они при условии, если сумма коммунального платежа превышает 20% от среднемесячного дохода горожанина или 15% у жителей сельской местности. Только за 10 месяцев 2022-го такая помощь предоставлена почти 28 тысячам белорусских семей. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. На страже безопасности в Беларуси завершена сверка учетных данных военно обязанных. Ее прошли более 95%. Оставшиеся 5 болели либо находились за границей. Процедура проводилась с середины октября по декабрь 2022-го. Как отметили в Минобороны, белорусы с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Проверка шла по поручению президента. Вместе с военкоматами участвовали местные органы власти. Данные мероприятия позволили уточнить информацию о семейном положении, годности к военной службе, наличии детей у военно обязанных. В целом всю информацию, которая необходима в условиях складывающейся военно-политической обстановки. Совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и России, которое входит в состав региональной группировки войск, пройдет 16 января по 1 февраля. Во время маневров будут задействованы все аэродромы и полигоны нашей страны. Неотложный вызов. Банк развития подарил Бавруйску две современные машины скорой помощи. Производитель маску Пава. Техника оснащена всем необходимым. Кислородные баллоны, эвакуационные кресла, щит-настилки. Медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. На конце следующего года парк пополнит еще четыре таких же авто. Подробности у Карина Гуревич. Медики Бавруйской станции скорой неотложной медпомощи пока еще привыкают к новым автомобилям. Производитель маску Пава. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси Минского автомобильного завода. Спроектирован совместно со специалистами системы здравоохранения и оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. В настоящее время машина проходит регистрацию УГАИ. Как только мы оформим все документы, на этих машинах будут работать бригады интенсивной терапии. Мы участвуем в программе ускоренного развития городов с населением 80 тысяч и более. По этой программе в 2023 году мы получим два автомобиля скорой медицинской помощи и два в 2024. Машины удобной высоты, чтобы можно было работать в полный рост. Внутри скорого микроавтобуса есть все для оказания помощи. Например, весь левый борт салона занимает вместительный стеллаж с многочисленными отсеками для хранения и транспортировки медизделий. Есть розетки на 12 и 220 вольт для подключения необходимого оборудования. Плюс отдельный отсек с двумя кислородными баллонами по 10 литров. Предусмотрен и выдвижной механизм для упрощенной замены. В центральной части кузова приемное устройство с тележкой-каталкой. Она способна выдержать вес 160 килограммов. Плюс установлены три кресла, два из которых поворотные. Подлокотники и сидения при необходимости можно сложить. В комплектацию входит рентген-негативный щит носилки и эвакуационное кресло с системой спуска по ступеням для транспортировки пациентов по лестницам. Полезный бонус – отделка стенок и потолка салона. Для этого использовали специальную эко-кожу, которая легко очищается любым моющим средством. Установлены светодиодные лампочки, а штатный люк заменен на стеклянные для естественной освещенности и вентиляции. Мы видим внимание нашего государства к системе здравоохранения. Особенно видим то, что нам ближе – это внимание к здравоохранению нашего города, к скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. Пол, потолок, боковые панели и двери дополнительно вибро-термо- и звукоизолированные. В перегородке с медотсеком сделано окно с движной форточкой. Его конструкция гарантирует, что ни запахи, ни шум из кабины в салон проникнуть не смогут. Позаботились и о комфорте водителя. Кондиционер, парктроник, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и полный электропакет. Спинка регулируется? Да. Хорошо. Рукоять. А это у нас что, компрессор какой-то? Да. Это пневмоподвеска заднего моста. Как поднимать, так и опускать можно. Замечательно. Очень удобно. Благодаря дополнительной аккумуляторной батарее и возможности подключения внешнего источника питания, медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. Бобруйск, к слову, стал первым городом, которому передали современную скорую в рамках программы. Всего учреждения здравоохранения страны получат 22 машины. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Золотой глобус, нелинейный эксперимент и семейный блокбастер. Чебурашка стал самым кассовым фильмом в истории России. Какой суммой может похвастаться картина? Далее обзор громких заголовков мирового кино. «Аватар. Путь воды. Хит мирового проката». Сиквел самого кассового фильма в истории уже добрался до седьмой строчки в рейтинге. И это при условии, что кинематограф только восстанавливается от последствий пандемии. Картина уже заработала миллиард семьсот миллионов долларов. По прогнозам, совсем скоро лента поднимется на пятое место. Опередив «Человека-паука. Нет пути домой» и «Мстителей. Война бесконечности». В Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую неофициально называют «разминкой перед Оскаром». Лучшим драматическим сериалом критики назвали «Дом дракона», который успел покорить сердца всех любителей фэнтези. Признание получил также режиссер Стивен Спилберг за глубокую личную драму «Фабельманы», которая основана на его жизни. Netflix выпустил шоу «Калейдоскоп». Смотреть его можно в любом порядке. В зависимости от того, в какой очередности зритель включает эпизоды, сюжет предстает по-новому. В основе сериала – реальная история об ограблении во время урагана Сэнди. Серии посвящены разным жизненным этапам персонажей. Самая ранняя точка – 24 года до аферы, поздняя – 6 месяцев спустя. «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории РФ, обогнав комедию «Холоп». Всего за 9 дней лента собрала в прокате 3 миллиарда 900 миллионов российских рублей. Семейный блокбастер рассказывает о нелюдимом садовнике, находящего в дендрарии неизвестного науки мохнатого зверька, который очень любит апельсины. Персонаж из книги «Каркадил Гена» и его друзья, к слову, появляется в картине в виде анимированной CG-графики. В сети идет бурное обсуждение экранизации культовой видеоигры «The Last of Us». Судя по отзывам и оценкам критиков, создателям удалось не только угодить фанатам, но и снять один из лучших проектов, которые выходили на HBO. Однако некоторые отмечают излишнюю привязанность к оригиналу. Действия картины происходят в постапокалиптическом будущем, где мир пережил глобальную пандемию. Оценить сериал «Один из нас» зрители смогут уже 16 января. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.